Телеканал «Россия» и студия «Позитив» представляют Илья Олейников и Юрий Стоянов В русской народной передаче Городок Эй, дед, ты что, обалдел, что ты тут бродишь? Это мой участок Ваш? А чей? А мне когда-то тут под огород 6 соток выделили Раньше я не мог приехать, все времени не было А сейчас он на пенсию вышел и приехал Ну да К земле потянуло и ты приехал Значит, слушай, дед Вот там, где эта развалюха Вот эти вот 10 соток Это мои Вот там еще 6 Вот это 6 Мои Понял? Да ну что вы, ну как? Ну как? Это же мне выделили по закону У вас документы есть? Тебе их выделили по закону? Да А я бери выше А я их занял Самовольно Я не понял Вы что, рассчитываете на дачную амнистию? Так это у вас не выйдет Как не выйдет? Так я уже вышел Как раз по амнистии Что, у тебя справку показать? Не, не, не надо По амнистии Ну Ну и ладно А я тут где-нибудь рядышком тут Да вот у меня и карта есть О А где тут мои сотки, а? А вот где-то здесь Да тут этих соток 170 миллиардов Всем хватит Городок На 170 миллиардах соток Вообще-то Занимать чужие сотки Это грабеж и беспредел Тут надо вообще в милицию бежать Нет, чему ты все время удивляешься, а? Тебя мало за твою жизнь грабили, что ли? Вот тебе пенсию назначили Да Как положено Положено И сколько там тебе положено? Сколько тебе положено? А разве это не грабеж? Чего ж ты не кричал? Чего ж ты в милицию не побежал, а? Так Здравствуйте Ну что? Ну что, товарищ директор музея Искали мы похищенного у вас ван Гога Три месяца И нашли Неужели нашли? Я, честно сказать, на вас жаловался Думал, не найдете Да, я знаю Каждый день на ковре перед начальством отчитывался Ладно Вот Ну точно Такое счастье Конечно, счастье Погодите Да Тут что-то не то Что не то? Это ван Гог Нет, то есть Вот так очень похоже Так Но подпись Ну должно быть подписано Ван Гог Там что? А тут Сенька Кривой Где? Ну вот же, ну Вот тварь, а Простите Понимаете, мы же нашли Не только картину Но и Самого ван Гога Вы что, шутите? Мы поначалу тоже все удивлялись Мы же думали, что это рецидивист Сенька Кривой А оказалось, что это Ван Гог Петренко Давай ван Гога сюда арестован Приведи Как же вы его разукрасили-то? Ну, у нас тут тоже Свои художники имеются Долго не сознавался Не признавался В отказку шел А в конце концов Сознался Что он ван Гог и есть Как тебя зовут? Ван Гог Ван Гог Так если ты ван Гог Что ж ты делаешь, тварь? Так ты же пиши, что ты ван Гог А не погоняло вот эти вот Если ты ван Гог Это типичный ван Гог Смотрите, уха нету Сумасшедший Вот Так вы не расстраивайтесь Главное, что вот он В протоколе он сознался Написал, что он Ван Гог Это самое главное Остальное Что вы несете? Какой это ван Гог? Так Петрянка, а ну Увиди ван Гога Поработай там Палитра Подретушируй Что же он у меня Придом Вы, как видно Вообще Вы живописи не разбираетесь Вы знаете Вот как-то разобрались Вот за эти три месяца Как-то и мы разобрались И ван Гог этот разобрался Он же три месяца назад Вообще Он же говорил Что он вообще Рисовать не умеет Прошло три месяца Пожалуйста Спальня художника в Орле Ван Гог Ван Гог Пшеничное поле Ван Гог Подсолнухи Ван Гог Сейчас моя любимая Вот Ирисы Надо говорить Ирисы, а не ирисы Ван Гог Пожалуйста Все нарисовано В стиле Импрессионизма Чувствуется грусть И крайнее одиночество Художника Какого рожда Тебе еще надо? Ну что, я пойду Провод? Не Ну мы же не поговорили Еще совсем Поговорить еще? Да Ну давай А соседи у вас хорошие? Да Нормальные соседи Соседи как соседи Нормальные люди Только завидуют Не сильно Вам? Конечно Я же по амнистии вышел А им за убийство Еще сидеть и сидеть Так Значит, говорите Вас покусала собака Да Огромный, страшный пес Страшный, огромный пес Понимаю Собака Огромная Страшная Одну секундочку Андрюша Это я, привет У меня к тебе вопрос Ну что значит опять? Ну ладно Ты же знаешь У меня еще в институте С памятью плохо было Ну короче Пришел ко мне больной Его собака укусила Что делать? Я не помню Прививка? Срочно прививка Да Ну я Нет, я понял Ну что тут не понять Все Понял Да Все я понял Прививка Срочно Андрюша, это я опять А что такое прививка? А Ну все Все Будем делать вам прививку В живот Ложите на куйку Доктор Да У меня вот Только один вопрос Угу А как вот Действует прививка? А, очень просто В организм вводится То же самое Только в таком Срочно очень Ослабленном Виде А, ослабленный И у человека Возникают Защитные силы То есть вы говорите Вас укусила Большая Собака Да Ага Ну что ж Замечательно Так Тема Тема Какой-то дурак Работает Бывает А мы ж не познакомились Профессор Уткин Ювенелий Аполлинарис Как ты Сказал Ну можно Просто профессор Семенов Василий Васильевич Можно просто Вася Он работает Вася Да Мне как Отечественному Ученому Имеющему Огромный опыт Общения с людьми Необходимо Задать вам Один важный вопрос Который Определит Специфику Отношений Наших с вами На ближайшие Несколько часов А че Вот Че ты Сказал Мне Ну короче Василий Выпить есть? Фу Просто Ужас Как башка С утра Трещит Я скоро Запьюсь На белой горячке Еще с Лилькой С утра Поругался С Лилечкой Моей О Ты кто? Че ты ржешь? Кто ты? Кто ты? А что? Ну непонятно Я клиент Хочу Заказать Сапоги Срочно У меня Башка Слинета Трещит Слушай А ну тебе Надо Вот это Сапоги шить Пойди В магазин И купи себе Сапоги А у меня Нога Нестандартная Ой ладно Видал я Разные ноги Что там В ней Нестандартного Так что мы имеем Мех Копыта Все Допил сам Чур Я чур Что чур Чур Пить не надо Как сапожник Алло Лиле Ваш заказ Выполнен Да Он теперь Долго пить Не сможет Городок На ста семидесяти Миллиардах Соток Ой как хорошо На природе Как на природе Хорошо Как хорошо На природе Ну Пойду сейчас Копать Сажать Я ж не даром С собой лопату взял А Мы же еще Это дело не закончили А ты сразу Другой А что ты Сачок С собой взял Прямо как Маленький А вы что Телевизор не смотрите Там недавно Показывали Как один гражданин Случайно За городом Поймал Потрясающую Бабочку Прославился На всю страну Больше показывать Нечего Я тоже Значит Как-то Поехал На маевку На озеро И там Этих бабочек Было Столько Я там Такое Поймал Тоже На весь район Прославился Специальный Репортаж О здрасте Здрасте Вы директор парка Да Нам сказали Что Какой-то Репортажик Заказной Надо снять здесь Да Я хочу Наш парк Пропиарить Так Я не знаю Что нравится Телезрителям Что не нравится Ну а что Аттракционы Есть какие-нибудь Нет А ресторанчик Как-нибудь Да ну нет Ничего Что ж тогда А Ну так давайте Здесь снимем В этом месте Прямо здесь Да То есть вы считаете Что это интересно Зрители Да нам-то как-то Чего Платежечка прошла Давай Ромочка Быстро Давай Так Мы находимся В нашем парке Что здесь Интересного Что здесь Интересного Спрашиваем мы У директора Парка Мы спрашиваем А интересного В этом парке То что здесь Часто Останавливались Именно вот в этом месте Жуковский Вяземский И забыл фамилию Гоголь И многие другие Здесь То есть вы считаете Что это Как раз интересно Нашим зрителям Да Что интересного Здесь А есть легенда Да Так Видите там Вот Аллейка О да Конечно Вот Вот именно В тени Ее деревьев Любил бывать Александр Сергеевич Пушкин И не один А С Княгиней Врубцовой Баронессой Граснер Купчихой Златоструйской Нет Ну понятно Пушкин с дамами Это понятно А Что здесь делали Вот Вяземский Там Жуковский Гоголь И же с ними Они Вы сказали Чего здесь останавливались Интересно Ну так Именно с этого места Было хорошо видно Пушкина с дамами Так Ну вот и сейчас Что Ну вот Можно увидеть Что дело Пушкина Живет Где Ну вон Там как раз Парочка Они же думают Что мы их не видим Вы говорили Что не знаете Что зрителям интересно Рома Вот что снимать надо Давай Так где Да вот Крупничок 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 Вот там Вот там Там Видишь Крупничок Все уже Спасибо Все понятно До свидания Ну что Надо бы поработать Руки Труда просит Так у нас же еще тут Не все закончилось А ты профессор Ты нормальный мужик Хоть ты и профессор Василий Раз уж мы вот так По-свойски Вот За что тебя В тюрьму-то Посадили Статья 158 Кража Гражданин Начальников Оказалось Что мы с директором Завода Вместе Воровали Я тылил С завода Лампочки И мне за это Дали три года А директор Украл Весь остальной Завод А ему Что дали А ему За завод Дали Три миллиона долларов Сказь Проходите Добро Пожаловать Пожалуйста Проходите Итак Дорогие мои Дружочки Мы с вами Находимся В единственном В мире Музее Сказки Хотите Верьте Хотите Нет Но все это Самые Настоящие Сказочные Предметы Сказочные Да Но К сожалению Уже Не действующее Время Беспощадно К всему Посмотрите Это меч Кладенец Скатерть Самобранка Ковер Самолет Гусли Самогуды А это Финик Волшебный Для роста Ослиных Ушей К сожалению Срок годности Истек Финик Волшебный Это что это Что это за Чайник Вот это вот А ты Мой маленький Недоверчивый Дружок Наверное Вырос на сказках Про мальчуша Кибольчуша Это Не чайник Это Волшебная Лампа Аладдина Руками Не трогать А то Вдруг Джин Выскочит Пускай Выскочит Это Не геморрой Это Что Обычная Лампочка Нет Это Не обычная Лампочка Это Лампочка Ильича Музей Революции Закрыли И нам Ее Передали Пыльная Такая Руками Не трогать Такая Пыльная Ну вот Товарищи Тудащися Что за фигня Слушайте И повинуйтесь Что вы должны Его слушать Это что он Нужен исполнять Наше желание Да фигня Все эти Ваши желания Товарищи Мир Народов Фабрики Рабочим Землю Крестьянам Шампанского Всем Кому не нравится Всех Расстрелять Расстрелять К черту Ох Где геморрой Так надолго Сейчас Не знаю Но в прошлый раз Было Лет На 70 Техникам Кладбища Покойникам Ура Товарищи А что у вас тут С экологией Экологии у нас тут нет Вообще Вовсе Начисто Объясни Объясняю У нас же здесь природа А экология Начинается Там Где природа Качается Сказка О трех Богатырях Бывших 33 И пех Павлик Павлик Павлович Иди сюда Давай дочитаем уже В свете В свете А ты пойди А ты пойди А ты пойди В море Искупайся И заодно Там уже Все Да Давай Так На чем мы остановились Надо запомнить Все красавцы удалые Великаны молодые Все равны Как на подбор Папа Мама Господа Извините А вы собственно Кто такие? У тебя же там все написано А с ними дядька Черномор А ну Ну да Да А почему Богатыря тогда Три А не 33 Ай Так экология В море испорчена Антропогенный фактор Идите его Вымираем Да Ну так мы это Да Давайте Простите А зачем вы Именно у нас Вот здесь На берег вышли Да в общем то Затем Зачем и вы Все здесь В море ходите Паша Паша Иди сюда сынок Не надо Если честно Так мне хочется Нарушать эту красоту Ранить эту землю Лопатой Скажите честно Копать не хочу Честно Копать не хочу Хотя раньше Еды мне нравились Огород Природа Лопата Вот ты Вот ты Недаром профессор Вот ты настоящий профессор Ты сейчас слово Это сказал Вот идея Да Это так Слушай Я вот тут обитаю На этих сотках И я все время думал Чего мне не хватает Чего Там не А я сейчас понял Вот идеи Идеи А что если Идея такая Так Повторить на этих сотках Сказку Посадить Красивый сад Огород Колодец Хорошая идея Очень хорошая идея Ну если честно Я копать тоже не хочу Так Профессор Еще идеи есть? Есть? Да Пойти в гастроном Гениально А ты врал Что ты профессор Ты не профессор Ты академик Ах как хочется вернуться Ах как хочется ворваться В городок На нашу улицу В три дома Где все просто И знакомо На денек Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова